Мир вам, дорогая церковь! Я очень рад быть в Доме Отца и благодарить Отца за то, что Он даёт прекрасную возможность быть в Его Доме. Я благодарю Бога также за то, что Он даёт возможность также быть и участвовать в миссионерском служении в разных странах и наблюдая за тем, как Господь совершает свою работу свою на земле, я, исследуя это и испытывая это, хотел бы немножко поделиться для нашего общего назидания и укрепления, то, что Господь создал Церковь Свою и Он придёт за Церковью Своей. Но я вижу такие моменты, что всегда было, и сегодня особенно в тех странах, где бываю, очень много есть проблем. И есть проблемы и в Церкви. И потому что люди как бы разочаровываются, потому что им внушили или так проповедовали и сказали «Если ты придёшь к Богу, если ты придёшь в Церковь, то в тебя не будет проблем, ты будешь счастливым человеком». Вы знаете, это не совсем истина, потому что, когда мы приходим к Богу, Господь берёт нас в удел, и Он испытывает нас, Он научает нас, так как Отец научает Сына Своего, чтобы дать Ему жизнь и жизнь избытком, и чтобы сделать плодовитым. Поэтому Церковь есть как бы больница или лечебница для грешников, для больных людей. Там, где Бог делает работу свою, обновляет, исцеляет, приготовляет для вечности, для труда на этой земле, а не музей для святых, потому что многие люди так понимают или хотели бы видеть Церковь Святую. Да, Господь призывает, будьте святы, как Отец вас свят, и мы стремимся к этому, но мы ещё в пути, и Господь взял нас в удел, и Он свершает работу Свою. И я хотел бы остановиться на трёх проблемах, или три ловушки, которые воруют радость спасения, радость жизни, радость труда. Есть три ловушки. Я прочитал это выражение, и оно как совпадает с тем, через что я переживаю, и я думаю, что каждый служитель, каждое дитё Божие, он увидит это. Первая ловушка, которую враг пытается дать для людей, это есть сожаление о прошлом. Сожаление о прошлом. Не там родился, не те родители были, не та страна, не те возможности, как в другого. Но вторая ловушка, это тревога за будущее. А что будет через год? А что будет дальше? И третья ловушка, это неблагодарность за настоящее. Вы знаете, прошлое, это поезд, он уже ушёл. И мы знаем, что Писание нас учит, что о прошлом не помышляй. Мы новое творение во Христе Иисусе. И Господь сказал, все творю новое. В каждом дне мы можем давать место Господу, чтобы Он формировал нас характер, волю, способность, чтобы Он развивал у нас таланты, любовь, чтобы мы могли служить Господу. Будущее – это мечта, но ещё неизвестно, будет ли оно или не будет. Я думаю, что каждый из вас знал таковых людей, которые очень беспокоились о будущем и употребляли громадные усилия для того, чтобы сделать какой-то запас, чтобы сделать свою жизнь в будущем более лёгкую или более приятную, но мы знаем, что не во власти человека будущее. Поэтому нам нужно пользоваться настоящим, потому что настоящее – это есть подарок жизни. Это подарок жизни. Делай сегодня то, что может твоя рука. И, знаете, посещая в миссионерстве революционные центры, детские дома, дома престарелых, церквя, я видел множество моментов, когда люди попадают вот в эти ловушки. И это парализует их, это делает их малоэффективными, мало продуктивными. Вот поэтому, да сохранит нас Господь, чтобы мы не попадали в эти ловушки, чтобы мы использовали опыт прошлого, надежду на будущем, а трудились в настоящем. И если мы хотим иметь счастливую, плодотворную жизнь во Христе Иисусе, мы должны быть привязаны, или наша цель, или фокус должны иметь определенную цель. Для чего тебя Господь призвал, для чего Он тебя спас, для чего Он дал тебе талант, для чего Он дал тебе способность и здоровье зарабатывать деньги, иметь какие-то возможности трудиться. И когда мы будем эту иметь цель, мы не будем попадать в эти ловушки, потому что мы знаем, что Господь позаботится о нас, и Господь желает, чтобы мы принесли много плода. Но если мы имеем перед собой цель какую-то, или наша цель на вещи, на каких-то людей, вы знаете, это нас останавливает, и это нас делает малоэффективными. Поэтому, да пусть ничто нас не остановит в том, чтобы мы двигались вперед и имели цель перед Собою Господа Иисуса Христа. Помните, когда Давид сказал, я всегда видел пред Собою Господа, чтобы мне не приткнуться. Не приткнуться о том, чтобы в тебя не было прошлое, чтобы у кого-то было лучше прошлое, а в тебя плохое. Бог говорит, я не вспоминаю уже о прошлом. И чтобы мы также не тревожились за будущее. Бог позаботится о нас, и Бог желает, чтобы мы приносили плод во сто крат, и были благодарны за сегодняшнюю, настоящую возможность. Поэтому будем делать добро, доколе есть время. Продолжение следует...